Всех вас приветствую, товарищи! Начинаем сегодняшний сюжет. Мне продолжают поступать множественные вопросы про модуль стабилизации искры, который я установил практически сразу после покупки своей Нивы Тревел. Давайте сегодня еще один обзорчик этого модуля я вам сделаю. Сюжет про покупку этого модуля, про его установку, а также тесты, которые я проводил посвященные этому модулю, смотрите по ссылкам внизу. Все там есть. То есть производитель заявляет, что этот модуль стабилизирует работу мотора, то есть он ровно начинает работать. Кстати, это так, это я подтвердил. Значит, этот модуль увеличивает тягу немножечко. Это тоже я подтвердил, но сегодня будут вам представлены результаты с диностенда. Вот у меня появился этот материал на примере Lada Vesta SV Cross. И вы сегодня все увидите. Уже, собственно говоря, инструментальная методика будет представлена. Этот модуль помогает запускать двигатель в мороз, ну, более четко. Вот давайте посмотрим сейчас два запуска. Мороз, минус 26, минус 27 градусов. Как происходит с модулем и без модуля, соответственно. Минус 26, друзья. Так, наверное, вам будет интересно посмотреть, как двигатель на таком морозе заведется, да? Мне тоже интересно. Так, давайте откроем капот тогда. Я вам прям покажу из-под капотного, как-то все будет. Машина ночью стояла. Вот, смотрите. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Так, надеюсь, что будет сейчас при равных условиях у нас сегодняшний тест. Что по температуре за бортом 27. Ну вот все, как раз при равных условиях у нас и получается тест. Значит, я вчера уже блок-модуль отсоединил. Давайте посмотрим. Значит, и будем запуск производить, как вчера. Так, значит, показываю. Вот провод. Провод отсоединен. Вот он наболтается. Намаз ушел. И ставим камеру. И будем наблюдать за запуском. Провод отсоединяем. 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 Вы все видели сами. Ну, я думаю, все было очень наглядно, прекрасно видно, что запуск с модулем происходит так более бодро, более резко. Без модуля же двигателю надо больше оборотов сделать стартером, так скажем, чтобы произвести пуск. То есть более такая мощная искра получается в данном случае, что мы с вами и увидели вот на этом опыте. Ну, а теперь переходим к вишенке на нашем торте. Значит, помните слова одного из владельцев Лады Нивы, когда он прокатился на моей машине? Вот этот фрагмент. Так, по ощущениям, ну, это резвее. У меня тупее машина. Резвее, да? Ага, ну вот видите. То есть автовладелец явно почувствовал отличие, бодрее говорит. Вот, поэтому переходим, собственно говоря, уже непосредственно к фактам. Смотрим, как этот модуль прогоняли на дина стенде, на мощностном стенде. И все с вами увидим. Смотрим. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 для многих там на сайте можно посмотреть значит по поводу надежности устройства но вот уже машина с ним прошла 25 тысяч километров устройство работает корпус из нержавейки значит все провода целые все хорошо с места я для установки выбрал правильное нормально все стоит никаких проблем нет вот так ну что а на этом я думаю что буду закругляться еще раз всех с наступившим рождеством христовым верующих и пока до новых сюжетов до новых тестов до новых блогов на канале пока